В Литве завершился суд, который называли процессом века. По его итогам, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов приговорен к 10 годам заключения. Правда, заочно, поскольку он в Литве не находится. Его признали виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности. Речь идет о событиях 1991 года. Вот эти архивные кадры. 13 января к Вильнюсской телебашне, где собрались тысячи людей, были отправлены советские войска. По версии следствия, они открыли огонь по собравшимся там людям. Со своей стороны спецназовцы, советские участвовавшие в операции, обвиняют в стрельбе по-гражданским неких неизвестных снайперов. Во время тех событий были убиты 15 человек, сотни получили ранения и пострадали. И сегодня Следственный комитет России отреагировал на приговор в отношении Язова, назвав его неправосудным. И начал, в свою очередь, проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда. Я напомню еще, что литовское следствие очень хотело допросить и Михаила Горбачева. Он был главнокомандующим президентом, но безуспешно. Москва со следствием вообще не сотрудничала никак. Сейчас на связи со мной наш корреспондент в странах Балтии Оксана Антоненко. Оксан, приветствую тебя. Ну вот событие 1991 года. Суд только сегодня, в 2019 году. Почему так долго продолжалось разбирательство этого дела, 28 лет? Добрый вечер, Олег. Действительно, этот процесс начался в начале 90-х. И он шел с перерывами. Но это действительно самый объемный процесс в литовской истории. Там 700 томов дела. В каждом томе по 200 документов. Помимо этого, документы нужно было оцифровывать и переводить. Потому что обвиняемых надо было знакомить с информацией на понятном им языке. И в большинстве случаев это далеко не литовский язык. Помимо этого, литовская сторона отправила более 200 запросов о правовой помощи в Россию и Беларусь в первую очередь. Но на них не отреагировали. Это все, естественно, процесс затягивало. Плюс по ходу менялось законодательство. Не было понятно, как достучаться, собственно, до этих людей, которые на данный момент, до недавнего момента являлись обвиняемыми. Это 67 человек. Их еще надо было найти и опознать, где они находятся. Мы вот сказали, Оксана, а я заведаю. Понятно, что он сидеть не будет. Он в Литву не приедет и в страны ЕС. А десятки людей проходили по этому делу. Из России, из Беларуси, из Украины. Кто реально будет отбывать наказание? Кто уже, может быть, находится в заключении? На данный момент в заключении до недавнего времени находился только один бывший советский офицер Юрий Мель. Еще один бывший советский офицер Геннадий Иванов находится в Литве. То есть до него литовские правоохранительные органы, до них обоих дотянуться могут. До всех остальных 65 на данный момент нет. Как я уже говорила, ни Украина, ни Белоруссия, ни Россия на запросы правовой помощи не отвечали. И людей выдать тоже отказывались. Но еще непонятно, будут ли сидеть, то есть получат ли реальные сроки вот эти два человека. Потому что существует еще апелляционный суд, то есть суд второй инстанции. И представители обоих обвиняемых теперь уже заявили, что собираются это решение обжаловать. Кстати, решение, по идее, в силу не вступает сразу после суда. То есть дается время людям на то, чтобы они могли подготовить документы для обжалования. И сколько затянется вот этот процесс обжалования, сколько будут идти суды, тоже непонятно. Оксана, я вспоминаю 1991 год, и я помню, что очень много говорили тогда, что по репутации Михаила Горбачева, как демократа была вот эта вот история, нанесла очень серьезный удар, но там было много всего еще. Что касается его роли, в связи с чем хотела допросить его следствие? Почему он, хотя и был главнокомандующим, и по сути дела должен был отдавать подобного рода распоряжение, не привлекался, или может быть, я не знаю, именно к ответственности не хотели его привлечивать? По сути дела могли же поступить, как и с Михаилом Язовым, тоже осудить его. Почему не привлекался Горбачев, литовская сторона не рассказывает. И надо отметить, что история действительно еще не завершилась. И прокуратура, и в принципе, и адвокаты готовы к тому, что суды продолжатся. А это значит, что лишней информации никто на данном этапе выдавать не будет. То, что с Горбачевым хотели поговорить, это абсолютно точно известно. Уже когда начались суды, примерно год назад его пытались даже не допросить, хотя бы опросить или поговорить, но попытка успехом не увенчалась.